Да, вы совершенно правы, каждый город во всем мире, не только в Америке, обладает своей неповторимой уникальной энергетикой. И на самом деле это вот такой очень хороший контраст у нас получился в нашей повестке после Нью-Йорка, после Манхэттена, который буквально кипит энергией, вот именно деловой такой вот бизнес. Мы погрузились в такое релаксированное, релаксирующее состояние Майами. Но Майами это для тех, кто хочет отдохнуть, расслабиться, наслаждаться жизнью. И действительно, ну совершенно другое ощущение, и люди спокойные, расслабленные, никуда не торопятся, наслаждаются океаном. Просто, знаете, время собирать камни, время разбрасывать камни, каждому моменту жизни есть свое именно место и время. Я упоминала о том, что вода в метафизике, и в том числе вот в китайской метафизике, фэн-шуй, тесно связана с деньгами, с деньгами, с удачей, с прибылью, как очень говорят, да, с прибылью. И поэтому я рекомендую действительно приходить на берег океана. Желательно, чтобы он был не очень ровный, чтобы волны были не сильные. Лучше приходить утром, либо вечером, и когда океан спокойный, просто сесть, расслабиться. На самом деле есть такое упражнение цигун, которое нам показал мой первый мастер фэн-шуй. Он также, кстати, величайший мастер цигун был. Он говорит, очень просто, ребята, потрите ладошки, потрите ладошки, откройте их и направьте в сторону океана. Так вот возьмите эту энергию и потом на себя, на себя. И скажите, океана, дай мне вот все самое хорошее, что у тебя есть. Энергию силы, успеха, богатства, наполненности, изобилие, ну, все, что вам нужно. Здоровья, красоты, молодости. И повторите это несколько раз. То есть даже упражнения такие есть. Да. Субтитры создавал DimaTorzok